Он стал знаменитым благодаря песням о чести мундира. Но сам не раз был улечен в бесславных поступках. Развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство. Олег Газманов. На сцене уже 55 лет. Второй год подряд его называют лучшим исполнителем России. Я вам скажу, что не только вот эти два года, все эти годы у меня полные залы. Почему карьера Седова и Саула стремительно растет именно в те периоды, когда его родина ведет захватнические войны? За родину порвут. И как артисту удалось убедить Путина в преданности Кремлю, наслаждаясь благами вражеского Запада? Как мы сможем победить, если нас легко купить? Как мы сможем побеждать, если нас легко продать? Этот год у Олега Газманова начался с громких скандалов. В январе его захейтили поклонники за то, что певец-патриот получил президентский грант в размере 17 миллионов рублей. Эти баснословные деньги были выделены из госбюджета, внимание, на конкурс и создание интернет-каталога патриотических песен. А что, не бесплатно? Где патриотизм? То, что я придумал и то, что мы создаем, не имеет аналогов. Конечно, у проекта «Родники» аналогов нет, как и всего, что делает Россия. Видимо, концепция оказалась настолько прогрессивной, что выделенных денег на реализацию гениального замысла не хватило. У нас небольшая команда, но все равно нужны зарплаты какие-то и так далее. Айти там, ну все-все-все-все. В общем, это должно быть порядка 60 миллионов. У нас пока 17. Раз уж этот национальный проект имеет такое важное значение для России, то седой отчизнолюб мог бы и свои деньги заложить в его развитие. Тем более, что артист неплохо зарабатывает. Я зарабатываю очень прилично, как бы, сравнивая с другими. Его гонорар за выступление на одном патриотичном концерте составил в прошлом году почти 3 миллиона рублей. Но, видимо, этих денег Исаулу не хватает даже на жизнь. Ведь он вынужден мотаться на заработки в Объединенные Арабские Эмираты. В эту новогоднюю ночь Газманов был замечен на корпоративе в Дубае. После исполнения песни «Ясные дни» двое гостей пристали к артисту-патинисту с требованием признать, что он «за войну в Украине». Но застали российского певца врасплох. В России смущение Исаула не одобрили. Что-то Газманов замямлил. Испугался, что больше не позовут. Видимо, в Дубаях так не орется, как на Красной площади. Ну да, что за ответ идеологическому врагу? Где же тот парень, который был сделан в Советском Союзе? Я рожден в Советском Союзе, сделан я мысль СССР! Где сальто или отжимание под марши Москвы? Вы бы еще сказали, чтобы Олег Газманов пошел в окопы, или своего сынка-радиона погнал бы в эти самые окопы. Нет, мы все прекрасно знаем, что все эти путинские подпевалы в прямом и переносном смысле этого слова, также путинские пропагандисты и так далее, они все исключительные трусы. И держатся подальше от военных действий, от фронтов, от окопной правды. И всего этого. Это касается и Газманова. То есть тут он просто стрейхил. Конечно, возраст у артиста уже не призывной, но он мог бы пригодиться своей стране на фронте, ведь в свое время учился в мореходке. А по военной специальности я был инженер-минер. У меня сейчас звание, я капитан третьего ранга, ну, вышел лейтенантом, и в зависимости от переподготовки и там разных учений у меня такое звание. Вот только в отличие от своих родителей, которые воевали в Великой Отечественной, Седой Ясаул почему-то свою родину защищать не рвался и не рвется. Я скорее работяга, знаете. Работяга, который привык работать только ртом. Хотя, по мнению многих граждан РФ, большим вокальным талантом Газманов не обладает. Голос, конечно, у него всегда был посредственный. Вокальные данные у меня обыкновенные. Зато смекалка работала хорошо. Люди, включите мозг. Артист начал заниматься музыкой еще в далеких 70-х. Сначала в Калининграде, потом переехал в Москву. В Москве не так, конечно, все просто складывалось. Это тянулось годами. Я работал в разных коллективах. И я знал, что я обязательно проблюсь. Но до всероссийской славы ему было очень далеко. А так хотелось ее урвать. Я засыпал, и мне снилось, что я выхожу на край сцены где-то. И передо мной сотни тысяч человек. И этот сон стал явью в 1987-м, когда Газманов смекнул выйти на сцену со своим шестилетним сыном Родионом. Они спели песню Люси. Люси, о-о-о, Люси, о-о-о, Люси. Вот так мальчик помог отцу хоть на шаг приблизиться к такой желанной популярности. Это неожиданно было. Как-то никто не рассчитывал, что это было получше. 50 миллионов был тираж пластинки. Да. Но потом снова ни одного хита. И только через два года у Газманова выстрелила песня «Эскадрон». Не то, чтобы это был шедевр. Просто Газманов снова сделал хитрый сценический ход, чтобы обратить на себя внимание. Я понял, что мне нужно как-то выйти и что-то сделать. Такое, что никто не делает. Я думал, что раз я мастер спорта по спортивной гимнастике, что у меня есть мозги, есть возможность сочинять хорошие слова, то мне нужно как-то все это объединить и сделать из этого шоу. Вот эту шинель, без знаков отличия, как, знаете, как военную романтику, символ такой. И вот этот вот эпизод с трюком, значит, я это все как-то продумал. И таки сделал яркое цирковое шоу. Артист нащупал свою нишу и уже в 1991-м спел о Исауле. И пока Газманов скакал по сцене, вторая армия воевала в Абхазии и Приднестровье. А РФ продвигала миф о том, что она страна-миротворец. Газманов быстро смекнул, что к чему, и использовал этот период для продвижения своего патриотичного образа. Не случайно в этот же период появилась судьбоносная песня «Офицеры». Политическая элита Кремля была в восторге от военного репертуара артиста. Это же какой мощный инструмент пропаганды. Пока российские солдаты вели захватнические войны, Газманов отбеливал их мундиры. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадив, кто карьеры не делал от солдатских кровей. С тех пор офицеры звучат на каждом пропагандистском концерте, подбадривая живых, уходящих в бой. Куда и зачем, Газманову не важно. На какую войну, кого защищать, то есть убивать, он не задумывается. Поет Газманов, конечно, убедительно, с надрывом. И басни хорошо рассказывает о чести мундира и защите Родины. Кто-то может предать, кто-то может уйти, кто-то прячет звериный оскал. Не заставить Россию покорно идти по указанным кем-то местам. Вот только сам певец всю жизнь покорно шел по пути, который сам себе напророчил десятки лет назад. Ты служишь украшением стола бутана. Музыкант служил украшением корпоративов богатых и влиятельных россиян. И плевать, что эти слушатели-коррупционеры обворовывали страну. Главное, что они громче всех кричали о любви к Родине. Среди этой уважаемой публики был и сам Путин, к которому Есаул набивался в друзья. Уважаемый Владимир Владимирович, когда вам будет 65, не потеряйте этот драйв. В своем движении, как много лет назад, пускай приходит новый срок, пока не сыпется песок. Пожалуй, рано нажимать на тормоза. Голым торсом и песнями с правильным смыслом. Газманов пробился в Кремль и получил несколько наград от самого президента РФ. Теперь он может прикрыть свою грудь орденом за заслуги в культуре и искусстве. И, конечно же, за заслуги перед Отечеством. Зря, что ли, на парадах пел. Артист наплясал на загородный двухэтажный дом в Подмосковье. Это моя шашлычница вот здесь. Здесь я делаю шашлыки. Да. Красиво, ребята. Такая зима. Иногда хочется, чтобы снежок был, правильно? И на недвижимость в Европе. Это имение артиста в Латвии. А вот вилла в Италии с видом на тосканские пейзажи. Дом окружен фруктовым садом, во дворе есть бассейн. Я купил там квартиру 15 лет назад. И в свое время, когда начало перестройки, у меня появились деньги. И мы ездили туда всей семьей отдыхать. Но ни в Латвии, ни в Италии певец жить не планировал. Поговаривают, что он собирался уехать на ПМЖ в Израиль. И даже подал документы на получение визы. Об этом стало известно в начале вторжения РФ в Украину. Но Газманов, конечно же, все отрицает. Развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство. Нет, друзья мои. Я в России, я сочиняю музыку, работаю дома. Все в порядке и не собираюсь никуда уезжать. Эх, пришлось остаться. Видимо, артист-путинист побоялся гнева вождя. Ну, я всегда делал то, что я считаю нужным. Если я считаю нужным для себя лично поддерживать свою страну, своего президента. Тем более теперь, когда страна и бункерные так нуждаются хоть в какой-то поддержке. И готов платить за нее колоссальные гонорары знаменитостям, которые называют себя зет-патриотами. Но Седому Исаулу денег недостаточно. Ему нужно больше славы и внимания. Он ведь за родину топит. Может быть, следует поощрять публикациями и так далее тех, кто за страну. Где высказывания на радиостанциях вот этих артистов, меня, например. И что бы артист сказал своим многомиллионным зомби-поклонникам? Я считаю, абсолютно все правильно и происходит очень нормально. Потому что я считаю, что Россия именно взяла на себя миссию малой кровью предотвратить большую войну. И в Европе, а возможно во всем мире. Кстати, что там по актуальным потерям личного состава второй армии? Более 170 тысяч. И с каждым днем эта цифра растет. Вряд ли родственники всех этих двухсотых согласятся с тем, что это малая кровь. Однако артист продолжает активно агитировать россиян пополнять ряды второй армии. И не устает героизирует в своих песнях кровавых убийц и военных преступников. Приходит срок, и ты солдат, как будто ты другими не был. И давит плечи автомат, а на тобой все тоже небо. Срок уже давно пришел и сыновьям Газманова. Однако идти в военкомат и вешать на плечи автоматы они не спешат. К примеру, Филипп Газманов стал предпринимателем. Чем сейчас занимается у него своя компания. Короче, у него компания называется Фура. Она работает в сфере логистика грузоперевозок. Какой именно груз перевозит его компания, артист не уточнял. Но вряд ли это груз 200. А вот Родиону Газманову, тому самому, который пел о собаке Люси, сейчас 41 год. Он стал артистом как отец. А что ты делаешь? Расскажи мне. Я, во-первых, не стесняюсь слова патриот. Во-вторых, я выступаю для военнослужащих. Я езжу, как я уже говорил, в места не самые спокойные. На Донбассе ты был? На Донбассе я выступал. Херсон, Мелитополь. А тебе самому приходила повестка? Нет. А ты не попадаешь под какие-то или кто? Я нахожусь во второй очереди, по-моему, так называется, мобилизации. Я закончил военную кафедру, финансовое образование. Соответственно, у меня специальность экономист. Это на фронте пока не самая востребованная специальность. А если придет? Придет. Будем смотреть. Но не спешите осуждать парня за трусость. Родион – патриот своей родины. В 2018-м он даже был награжден медалью Министерства обороны РФ за участие в военной операции в Сирии. Заработал, как и отец, ртом. Седой Ясаул гордится своими орлами. Он ведь столько в них вложил, выкормил, выучил. И не где-то там в России, а на вражеском западе, в Англии. А изначально же вы их туда отправили учиться. А почему, кстати? Отдельный вопрос. Отдельный вопрос, на который артист так и не смог найти вменяемый ответ. Среднее образование они получили там. По разным причинам. Хорошо, поехали дальше. Видимо, партия не разрешает говорить правду о низком уровне образования в РФ. Да и вообще о том, что загнивает на самом деле не Запад, а матушка Россия. Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! Пока Газманов марширует, устраивает показушные выступления на фронте и отжимается на проплаченных пропагандистских концертах в импортной курточке от Прада за 340 тысяч рублей, его молодая жена мечтает, чтобы артист ушел на пенсию и вместе с ней поехал куда-нибудь за границу. Мне 72-й год. Маруся моя говорит, может, хватит уже, давай уже в мир посмотрим, поездим. Но супружеской паре теперь некуда ехать. Ведь в отношении артиста-путиниста ввели санкции. Вы вообще сильно страдаете от этих санкций, запретов? Ну, меня фактически отняли две квартиры. В Латвии и в Италии. И цинично еще заставляют меня платить коммуналку, а если они будут платить, то тогда... То есть вы еще платите налоги за эти квартиры? За что боролся, на то и напоролся. Сегодня Олега Газманова, который поддерживает преступную войну в Украине и путинский режим, не хотят видеть в развитых странах. Поэтому Седому и Саулу остается только угрожать цивилизованному миру... Жаловаться потом будете, когда, ну, все произойдет и все у вас перевернется. ...и продолжать делать то, что он умеет. То есть лицемерить и врать по методичке Кремля, называя кровавых преступников героями. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, составляя понесом, звучат сердца.